Всем привет! Это головой облёт. И если вы думаете, что это программа о хоккей, зря. Это программа о том, как нелегко работать спортивным журналистом в нашей стране. И вот, кстати, ответ на вопрос, почему в Казахстане в ближайшие 100 лет никогда не будет крутого клубного продакшена. Никита Михайлович, автор первой заброшенной шайбы сегодняшнего матча и первой шайбы для себя в континентальной хоккейной лиге после второго периода. Никит, ну, во-первых, с таким почином. Спасибо большое Андрею Викторовичу Назарову за это флеш-интервью. Вот так мы работаем. Субтитры делал DimaTorzok Поскольку сегодня наш выпуск больше связан с экономикой, нас интересуют цифры и факты. А единственным человеком из Павлодара, кто вживую видел матчи в Германии, была Людмила Гегер. Как говорилось ранее, чемпионы прессу с собой не берут, а то ведь кому-то придется экономить на утреннем кофе. Поэтому Людмила честно копила на поездку 12,5 лет. Сдавала металл, а летом сбывала дачную продукцию на рынках. И вот мечта осуществилась. Здравствуй, Европа! Так, билет стоил на матч 14 евро. Это на один матч или можно было купить абонемент? Это с 50 евро на все матчи. 14 евро стоит, да, на каждый матч, в том числе и просто в регулярном чемпионате Германии 14 евро. То есть сравните, цены у нас, конечно, гораздо ниже. В команду я только летела, а ехала я потом туда отдельно. Я ехала на поезде, посмотрела, как ездят поезда. Очень много там *** среди афроамериканцев ***. Вы знаете, наверное, проблему в Германии с этим. Но там, если попадешься, то там штраф 100 евро. Ну, билет так и стоит 100 евро. Пинц тоже ехал с зайцем, правда это нет? Нет, он не ехал с зайцем. Он ехал ***. Я не интересуюсь бюджетом команд. Ну, просто да, видно по оснащению, что все-таки французы выглядят таки побогаче. У них шестая айфона может быть. У всех. Но если еще обратиться к цифрам, то наша команда была самой возрастной, самой высокой, самой тяжелой. Поэтому, естественно, наш единственный минус – это то, что мы не успевали по скорости. Если вот обратить внимание, кто забивал, то звездно Роберта Хуны. А это самые скоростные ребята у нас. И поэтому, да, их вот, например, не догнали. И большинство шайб было организовано ими. Да, для нормального человека она будет выглядеть дороговато, особенно для казахстанца. Позволить себе приехать в Германию будет дорого болельщику. Поэтому, да, можно сказать, это дороговато. Людмила, ты считаешь, это правильно, что журналист, который освещает матчи, да еще и на выездных турнирах, должен ехать за свой счет, да? Ты работаешь на престиж казахстанского хоккея в общем. Нет, считаю, конечно, это н***. Во всех европейских, российских СМИ выделяются командировочные деньги на билеты и так далее. Поэтому, да. Почему, как ты думаешь, не взяли молодежь нашу с Анарова и под корыто? Так, интересный вопрос. Ну, думаю, все-таки... Они бы объедали, наверное, там, пинцы и всех. Нет, они бы не объедали, но, тем не менее, как я уже сказала до этого, поездка дорогостоящая. Я деньги клуб искал, потому что все-таки это поездка на незапланированных бюджетах, нужно было искать дополнительные деньги. Поэтому, да, естественно, зачем было брать туристов? А где нашли деньги? Ни с ним секрет. Кого напрягли? Скорее всего, это областной Акимат. И, конечно же, спонсор. Все вместе там и н***. Завоевал континентальный кубок чемпион Беларуси. А значит, это и наша победа. Хоть какая-то выгода от таможенного союза, кроме поддержанных авто и бытовой техники, должна быть ура. А теперь все о матчах Иртыш-Намад. Обе команды сейчас показывают невнятную игру. От того интереснее, кто кого съест. Хоккеисты Намада сейчас, наверное, удивлены, увидев полные трибуны. На их-то матчах ходит человек 15 от силы. А если сравнивать матчи Бориса и Иртыша, то это на матче Иртыша ходит 15 человек. Вот такая вот арифметика. Камень, ножницы, бумага. Оказывается, не только лидеры мировых держав на саммите Большой Восьмерки так решают споры, но и хоккеисты Намада. Кто доставит шайбу по назначению? Руководству Иртыша стоит присмотреться к этому парню. Уж больно хорошо он это делает. Цель на трансферном рынке номер один. Форварды Иртыша губили моменты. Наблюдать за этим без боли в сердце защитник Вячеслав Трясунов не мог. Поэтому покатил вперед и сам послал диск точно в цель. Вновь отличился и супер-бомбардир 80-го левла Владислав Подкорытов. Вчера он забивал на PlayStation, зажимая на джостике, крестик-крестик-нолик, а сегодня уже в реальном хоккее. Опять сегодня забил? Да. Получилось так. Выполняю тренеровую установку, на пятаке работаем. Вот отскочил и забил. Так скоро лучше бомбардиром станешь лиги. Хотелось бы, но пока только труд, труд и еще раз труд. Тогда можно ставить бомбардиром. Скауты у Медвежчака сегодня были на трибунах. Слышал об этом? Нет. Нет, не слышал. Хотелось бы. У нас много хороших ребят могли бы взять хронь. Забивали любимец всех павлодарских девушек от 15 и старше Белуш и человек-киборг Томаш Вак. 4-2, как говорят наставники по вольной борьбе, заломали, раскатали. Много силы потратили. В принципе, нам команда по зубам, они хоть и выше идут, но все равно могли бы выиграть. Чуть-чуть в себя где-то не поверили. Где-то что-то не получалось. Ну и желание, не знаю, может у них больше было выиграть. Мало сил приемов приводили. Обычно постоянно втыкаемся в тело, играем. Сегодня этого не было у нас. Аров делает шоу или работа в Борисе? Ну, говорят, что шоу, но не знаю. Как бы с ребятами разговариваешь, свою работу выполняет. Злой дядька. Ну, злой. Я как бы с ним лично встречался так, но не могу сказать ничего плохого. Почему журналистов не любят? Не знаю. В принципе, может какие-то вопросы задают или у него может свое что-то было, какая-то антипатия. Я честно не могу говорить. Не знаю, правда. В бюджет Бориса не жалко, каждый раз штрафы платят. Не знаю, честно. Шоу, кому-то это нравится. Шоу, кому-то это нравится. Шоу, кому-то это нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Героем второй встречи можно смело назвать Дмитрия Ряженова из Новосибирска. Вратарь Намада не просто выручал свою команду, а делал это с особым изяществом. А из его сейвов можно смонтировать целый видеоролик. А эта ситуация настоящий несчастный случай. После буллита голкипер грамотно закрыл шайбу, но зафиксировать диск не смог. И тот предательски пересек линию. Гостям это сломало всю игру. Итог 1-4. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это, я считаю, ключевой момент во встрече. То есть это нам придало дополнительные эмоции, силы. Действительно все здорово играл, то есть не допускал ошибок, не было отскоков. То есть у нас были стопроцентные моменты, которые мы не реализовали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бэтмен существует у Сирии. Если ядерное оружие, ДиКаприо получит Оскар, а в Алматы есть хоккей. Со многими этими утверждениями мы можем не согласиться, но только не с последним. И вот почему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это сейчас то место, где я играю за кого я борю и за что я отдаю свои силы. Силы и здоровья – это многое для меня значит на данный момент в моей жизни. Мы команда, мы занимаемся одной задачей, одной целью. Мы все друзья, мы все делаем одно и то же. Как бы мы хотим попасть в плей-офф, и там как можно выше забраться до медалей. Алматы – город молодежи, самое красивое место в Казахстане. Определенно этот город создан для романтиков, таких как абсолютно лучший музыкант страны здесь и сейчас, Крайм-волшебник. Свети мне солнцем, днем, ночью, луной, гори. Звездами падай в руки, птицы надо мной, пари вдали. Мой мир благодаря тебе будет сиять. Неудивительно, что и другой романтик и целеустремленный человек Павел Зятьков раскрылся и живет именно здесь. Так получилось, так сложилось. Не знаю, пригласили, получилось, уехал. И пока все нравится, пока здесь остался. Очень красивый город, очень хороший город. Горы, свежий воздух, здорово, замечательно все. Конечно, не ссылка. Я сам сюда приехал, и я уже третий сезон здесь. Вот, как бы, конечно, я получаю удовольствие от такие... Жалко, что, конечно, проигрываем иногда, но это спорт, так получается. А начинал свой путь наш герой в менее красивом, менее романтичном и вообще менее богатом на фантазии городе Тюмень. Суровый сибиряк успел поиграть за трактор, Урал, Сибирь, Газовик. Нередко тренера использовали хоккеиста в качестве защитника. С самым маленьким, я не знаю, пришел в команду, отец меня привел. Я не знаю, сколько мне, наверное, лет было шесть. С детского садика поставил меня на коньки и так потихонечку собрался и решил, что буду играть в хоккей. Целеустремленный. Слово синонимичное имени Павел Зитьков. Мы спрашивали болельщиков клуба, самих хоккеистов Алматы, кто в команде пользуется большим авторитетом и кого они хотят увидеть первым в нашем проекте. У Павла, как и у Криштиану Роналду, на церемонии вручения золотого мяча по сути не было конкурентов. Его имя назвали абсолютно все. Ну, это я не могу сказать, ответить на этот вопрос. Наверное, я бы больше отдал предпочтение нашим старшим ребятам. Саше Трофимову, Саше Татаринову, которые забивают у нас большую часть голов. Так что я думаю, что они лучше смотрятся намного. Саша Трофимов, капитан, мы его не зря выбрали. То есть он и в раздевалке лидер, и на поле лидер. То есть мы, в принципе, вся команда его слушается, что он говорит. Кстати, направил меня он сейчас давать интервью. Тренер – это первоначально наш руководитель, и он дает нам цели, задачи, мы их стараемся выполнять на поле. Вот, собственно, и все, что я могу сказать. Мегаполис Алматы живет бурной жизнью. Лучшие ночные клубы страны – самая дерзкая футбольная команда с богатой историей и крутым спонсором на футболках. Миллион зеленых парков, где собираются любители альтернативной музыки. Лидовая арена в этом списке – андеграунд. Лишь с недавних пор она стала привлекать людей на трибуны. Я думаю, не так, как у Паладара, но все же нам хватает. Люди, которые ходят на хоккей, конечно, нас узнают, но просто не так это, наверное, развито еще. Но если бы ходил по людей больше, тогда бы, наверное, на вас больше узнавало. На самом деле, вообще никаким образом не связан с футболом, не интересуюсь. На матчах Айрата интервью? Один раз, года три назад, и не очень мне понравилось. Хоккей мне больше интересен. Сам футбол. Неудивительно, что казахстанский футбол не впечатлил хоккеиста. Удивительно другое. В этом сезоне Алматы играет лучше Кайрата. Матчи желтых интересно смотреть в хорошей компании друзей. Я лично проверял это на себе, когда был в Южной столице, потому что никогда не знаешь, выиграет клуб сегодня или нет. Поэтому повод выпить безалкогольного мохито в честь победы или поражения есть всегда. Наверное, у нас каждый год, получается, битвы не на жизнь, а на насмерть с Тимиртау. То есть мы постоянно с ними, у нас еще такое получается, что зарубаемся. И силовых приемов много, и драк очень много. То есть, как бы, постоянно с ними, наверное, больше всего. На самом деле у нас такой достаточно плотный график в Алмате. Мы просыпаемся, с утра идем на тренировку. После этого завтракаем, обедаем, я не знаю, идем домой, спим. Потом опять еще одна тренировка. То есть весь день тренировка. Тренировка, еда, сон, тренировка, еда, сон. Как бы вот так вот снимаем квартиру там, так же, как и все ребята. Стараешься соблюдать какие-то приметы, которые приносили удачу. То есть, я не знаю, вплоть до того, чтобы встать с утра с какой-то там ноги справа или слева, и там завязать конек перед игрой левой сначала, там, или еще какие-то нюансы. Да, стараешься их соблюдать всегда. Свяжет ли свою историю наш герой с городом и командой Алматы навсегда? Наверное, на этот вопрос ответ не знает даже знаток, что где когда Максим Поташов. Пока у хоккеиста нет жены и детей, он открыт и жаждет новых вызовов. Нет, я считаю, что и рано. Только родители пока. Сестра есть старшая. Вот. А так больше никого. Люблю кататься на лыжах. То есть свободное время, если есть выходные, если есть в горах снег, обязательно едем кататься на лыжах. Я Файл Звисков. Я из хоккейного клуба Алматы. Приезжайте в Алмату и вы узнаете, что у меня есть хоккей. У нас вот, кстати, недавно произошло событие, но все равно, что Метеорит упал на территорию нашей области. В команде РТС ЮХЛ появился настоящий ТАФГАЙ. Вот только сударка, у него не лады. Естественно, мы не могли пройти мимо. Сегодня мы пришли сюда, в этот самый знаменитый клуб Павлодарской области. Ахмат. И, Артем, вот этот парень, который будет противостоять новосибирским ТАФГАям. Артем, расскажи, с какой целью ты пришел сегодня в клуб? Ну, узнать что-нибудь новое, там, для себя подготовиться к Новосибирску. Почему ты решил стать ТАФГАем? Достаточно непривычно. Все хотят нападающими, защитниками. Ну, мне как бы больше нравится не играть, а подраться, там, сломать кого-нибудь, еще чем-нибудь. А у вас был первый бой с этим игроком, и он завершился в чью пользу? Ну, там, как бы, непонятно. По ударам я выколо, но, как бы, он меня повалил. Но в Новосибирске будет ответный бой, там будет видно, кто выколо. Спортивная форма, сумки и желание стать сильнее. Вот что движет сегодня нами. Поэтому идем в зал, посмотрим, что будет там. Конечно, хоккей – это не смешанное единоборство, но я думаю, что парочки интересных трюков тебя сегодня научат. Надеюсь на это. Сильнейший профессиональный клуб смешанных единоборств северного региона Ахмат. Сегодня, можно сказать, это одна семья. Семья единомышленников, людей, стремящихся развивать и продвигать смешанное единоборство в Казахстане. Клуб объединил под своим крылом десятки спортсменов, молодежь и детей и подарил уникальный шанс громко заявить о себе. После ярких побед бойцов клуба гимн Казахстана звучал не один раз. За подготовку бойцов отвечают настоящие профессионалы. Цель этих парней – попасть в высшую лигу смешанных единоборств. Как и в хоккее, в смешанных единоборствах есть лига номер один. Это американский промоушен, американская сказка и мечта UFC. Сегодня UFC встал в один ряд с N-Hale и NBA. А по годовому финансовому доходу и количеству платных трансляций вовсе обошел их. Бойцы со всего мира мечтают попасть сюда, но остаются здесь лишь самые сильные. Здесь недостаточно просто хорошо драться. Здесь нужно сломить, уничтожить, разобрать по кусочкам своего соперника. Показать настоящее шоу. Эффектный удар и арсенал болевых. Это золотая лига номер один. У каждого бойца есть определенный образ и история. Если в N-Hale мы болеем за наших хоккеистов, то в UFC наших не так много. Казахстанцев, например, нет вовсе. А из россиян стоит выделить непобежденного парня в белой папахе по прозвищу Орел. Хабиб Нурмагомедов. Он настоящая боевая машина. Есть дерзкий и агрессивный Зубайрат Ухугов. Также, если вы теперь будете следить за турнирами UFC, обязательно обратите внимание на студента престижного московского вуза и скромного парня с убийственными ударами Альберта Туменова по прозвищу Эйнштейн и невероятно спокойного и рассудительного Рашида Магомедова. Ну вот мы, собственно, и внутри самого популярного и самого крутого клуба в Павлодарской области Ахмат. С нами юный Тавгай. И это наш сегодняшний наставник. Ты знаешь, кто это? Узнаешь человек? Нет. Все, иди раздевайся. Тренировка закончена. Он не узнал тренера. Прославленный тренер. Ну, простим его, сэр. Конечно. Что сегодня мы увидим в работе с хоккеистом? Два шанса есть. В работе, ну, таких самых эффективных ударов, которые у меня проходили в моих личных боях и которые бои заканчивались досрочно. Жалеть будете, парни, сегодня? Ну, как? Процентов на 10. Ну, приступим. Первый раунд. Нашего Тавгая Артема познакомили с бойцами клуба. Все тренировки в этом месте проходят невероятно интенсивно в боевой обстановке. Но для начала наш герой прошел персональную подготовку с тренером. Голубь бьешь именно вот так вот. То есть не так, а заворачиваешь удар и бьешь в челюсть. Если ты попадаешь точно, то большинство случаев заканчивается бой досрочно. Бьем корпус и переводим в челюсть. Тоже она такая эффективная. Грязный, да, такой, типа бонус? Да, грязный. Покажи пару таких моментов именно с угодом головы игрока. Нет, ну вот бывает, что... Бывает, что стоишь, и судья не видит этого удара. Например, если он стоит с этой стороны, то ты бьешь как бы боковой, проходишь, его промахиваешь и локтем цепляешь вдобавок. Бывают вот такие моменты. Но судья этого не видит, и он не делает ни замечаний, ни предупреждения. Ну а у соперника ломается нос. Давай попробуем. Самое главное – это концентрация. Четко спланировать свой опыт. Можно даже там где-то чуть-чуть паузу сделать и потом провести примерно вот такие удары, которые мы изучали. После персональной работы с тренером наш боец присоединился к основной группе. В клубе Ахмад с утра до самого позднего вечера тренируются борцы, самбисты, мастера джиу-джитсу, боксеры и даже есть один каратист. Смешанное единоборство – это спорт будущего. Здесь это знает каждый. Поэтому все стремятся выступать на топовом уровне. Но для этого прежде всего надо стать универсалом. Не только уметь хорошо бить или бороться, нужно уметь комбинировать все эти навыки. Наравне со всеми здесь тренируется отец повладарского ММА Султан Ичиев. Интересно, а в хоккейном клубе возможно, чтобы директор вот так занимался вместе со всеми ребятами? А вот любопытное упражнение – порвать листок бумаги прямым джебом. Наш боец не справился с заданием, зато в спаррингах он показал себя настоящим молодцом. Хоккеист не только не растерялся, но и упрямо шел вперед на самого Фаниля Рафикова, известного в Казахстане бойца ММА. и Фаниль вошел в кураж, проведя слэм, то есть бросок. О, аккуратнее, аккуратнее. О, два тысячи. Ты так не заряжайся себе. На первый день твоих занятий, ты показал себя с хорошей стороны. Такое ощущение появилось, что ты занимаешься уже несколько лет. Ну, тебя уже, как бы сказать, не с первой стадии ты уже готов. У тебя можно уже обучать там не с малого, а уже ты готов уже ближе. Увидим, что покажет наш Тавгай в следующем матче юношеской хоккейной лиги. Но уже с уверенностью можно сказать, что бояться более взрослых соперников он точно не будет. И при случае порвет, как тот белый листок. А напоследок мы не упустили возможность узнать о том, что происходит в казахстанском ММА, что называется «из первых уст». Ведь чем живет наш хоккей, мы и так знаем. И интересно, какие движения в смешанных единоборствах. Сейчас в казахстанском ММА развивается. Мы тоже активное участие принимаем для развития этого вида спорта, как мы все знаем. И на международной арене уже, да, там выходят казахстанские бойцы со спонсорами. Пока частные у нас, конечно, нету пока государственных структур, как хоккей. Ну, частные пока привлекаем. Инвесторов помогают нам, спонсоров помогают. Развиваем. В дальнейшем у нас сейчас планы на Россию. Мы выходим также на мировой уровень. Я думаю, все нормально. Мы будем поднимать на самых мировых аренах плаг Казахстана. У нас, можно сказать, на молодежь будет более, молодежь у нас перспективная, очень много. Просто что у них нет возможности, например, выезжать, для этого мы здесь все это двигаем. Ну, и последний вопрос. Если в двери клуба постучится хоккеист, уже взрослый, может быть, командой, захочет поставить себе ударную технику, будут ли ему рады? Конечно, будут рады. Наши двери всегда открыты для всех. Тем более, хоккей представляет нашу страну. Это Иртыш, вот, это Борис тоже у нас тут, ребята. Мы всегда рады, всегда поможем. С большим удовольствием. А у нас новый конкурс для всех любителей хоккея. Сделайте селфи или снимите крутое видео с вашим любимым хоккеистом Казахстанской лиги и запостите в специальной группе ВКонтакте vk.com.show.go. Победителю достанется солидный подгон. До тех пор, пока кофейные аппараты в нашей стране будут зарабатывать больше спортивных клубов, шоу «Головой облет» будет продолжаться. И в следующий раз мы вернемся еще вкуснее и крепче самого крепкого кофе. И да, кстати, подписывайтесь в нашу новую крутую группу ВКонтакте vk.com.show.go. Нас в ней уже больше, чем в официальной группе Владимира Кузьмина Кировской области. Продолжение следует... Головой облёт Лёд, головой облёт Я плыл по течению, бился облёт Головой облёт